Квартирный вопрос смогут считать закрытым в этом году уже 2000 молодых семей региона. Для этого из областного бюджета направили дополнительные средства. Решится и проблема тех, кто в возрастную категорию до 35 уже не попадает, а значит автоматически не попадает и в соответствующую целевую программу, которая сулит доступное жилье. Екатерина Деменчук о том, как делят квадратные метры. По съемным квартирам эта семья ютится уже много лет. Марина Шапырева приехала из Казахстана еще в 1994-м. С тех пор квартирный вопрос так и остается главным. Пять лет назад вступила в программу молодым семьям доступное жилье. Совсем недавно сообщили, очередь подошла. Заветный сертификат ждет почти на 600 тысяч. Теперь молодая семья планирует ремонт уже для новой квартиры. Мы купим Тася кровать, будет у нас новая ей. Будет отдельный уголок для сына и для дочки, чтобы у каждого своя комната была. Это очень большая поддержка, очень большая, потому что такую сумму докопить надо очень долго. Это большой плюс, что вот есть такая программа. В прошлом году семей, которые дождались помощи, в регионе было больше тысячи. В этом их уже вдвое больше. По поручению губернатора Николая Меркушкина из областного бюджета на программу молодым семьям доступное жилье выделили дополнительные средства порядка 600 миллионов. Решают и проблему тех, кто стоит в очереди, но возраст уже подбирается к максимально возможному порогу в 35 лет. Сейчас в министерствах дорабатывают программу, чтобы такие семьи не теряли шанс получить жилье. Это беспрецедентное решение в Самарской области. Неоднократно мы пытались это с прежним руководством решить вопрос. Собирали даже данные, сколько в Тольятти, сколько в других городах. Тех, кто взял ипотеку, но выбыл из программы, сколько многодетных. Но, к сожалению, не могли сдвинуть с мертвой точки. В семье Шипыревых уже решили, самым первым в новую квартиру по традиции пустят кота Василия. Областные власти уверяют, таких семей с каждым годом будет становиться больше. К концу года в регионе планируют решить квартирный вопрос более чем для 2000 семей. Екатерина Демичук, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Демичук, Борис Кислицын